Сегодня было нам достаточно тяжело, потому что играли с одной из лучших команд в России, которая боролась в прошлом сезоне до последнего за чемпионство. И уверен, что будет бороться и в этом сезоне. Многие вещи у нас не получались относительно того, что мы хотели видеть. Но это были и объективные причины в том числе. Связаны они были прежде всего с тем, что уровень мастерства футболистов Динамо отдельными эпизодами был настолько высок, что мы порой в каких-то моментах уступали в некоторых локальных тактических ситуациях, связанных с переходными фазами игры. То, что было для нас ожидаемо, это то, что Динамо очень хороши в плане контратаки, очень хороши при стандартных положениях. И в принципе, те два мяча, которые мы пропустили, первый из них был с стандартного положения. Второй тоже момент, когда мы дали спокойно довести мяч от своей, по сути дела, штрафной площади при розыгрыше мяча до нашей штрафной. Это отдельные такие эпизоды, где они оказались мощнее немножко нас, поэтому продавили в эпизодах, и когда забивался первый мяч, и когда из середины поля практически мяч уже был у нас. Но, к сожалению, продавили нашего игрока, и они, по сути дела, вышли на такое разряженное пространство, которое позволило еще больше набрать скорости хода и, по сути дела, забить мяч. Поэтому я считаю, что такие голы, конечно, пропускать нельзя категорически, потому что это те моменты, которые, в принципе, довольно должны легко, скажем так, заканчиваться немножко другим исходом. Но это футбол, это моменты, которые нас делают сильнее, это моменты, которые нас учат. Поэтому команда создается, очень надеемся и верим, что уже в ближайшее время нам будет легче, и в плане, самое главное, взаимопонимания. А что представляете, задавайте вопрос. Изгание про спорт.инфо. Скажите, пожалуйста, когда будет готов к игре, но нападающийся с работой. Ну, я его сегодня только первый раз увидел. Выглядит он неплохо, чисто внешне. А что касается его уровня готовности, ну, наверняка понадобится определенное время. Мы сейчас на этой неделе с ним начнем знакомиться поближе. Знаем, что он получил индивидуальную программу, по которой он работал, но любая индивидуальная программа, она никак, скажем так, в контексте правильной, четко выстроенной подготовки. Спортивной не будет соответствовать тому ожиданию, которое мы ждем. Поэтому наверняка ему нужно будет время для того, чтобы привести свои кондиции в порядок. Это как и физически, так и психологически, но и самое главное, тактически. Потому что нужно время для того, чтобы все те футболисты, которые сегодня есть у нас в наличии, для того, чтобы они стали друг друга воспринимать как игрок-игрока, партнер-партнера во всем таком, знаете, многообразии и понимании, в принципе, футбола. Для этого нужно время. То, что футболисты отдельными эпизодами это показывают, и в принципе, в каждом отдельно взятом матче, если мы вспомним, целостная картина на определенном таком временном промежутке, она также видна. Это то, за что мы должны цепляться. Есть, конечно, сбои, которые происходят, связанные они именно с тем, что пока это не команда, которая способна в плане тактических моментов друг другу помогать и страховать, нужно для этого какое-то определенное время. Я уверен, что мы с этим справимся, но надо набраться терпения. Дорогий Дорогич, пока я провел два первых матча в ЭПЛ, то сегодня предсказуемо достаточно, что все время мяч играл по требованию, практически ни одного момента не создал. Это не его день, просто было ли соперник, так и его выгодно было? Ну, и одно, и второе, где-то с вами, позвольте, не согласиться, потому что как раз-таки у Бакаева были моменты, и в первом тайме, и особенно во втором, когда он выходил на ударную позицию, да, то есть опережал и оказывал свой ворот соперника. И, конечно, надо предполагать и понимать, что крайние нападающие по своей структуре и по своей сути не могут играть довольно-таки долго по времени, да, потому что два матча, которые он отыграл, и, в принципе, на хорошем, высоком уровне, скоростном, это требует нужного, необходимого восстановления. То есть сегодняшняя ситуация тоже, скорее всего, в большей степени требовала замены его, но для этого нужно наличие игроков. Мы сейчас ждем футболистов и, надеемся, в ближайшее время мы их получим, которые будут помогать друг другу конкурировать, да, то есть для этого нужно время. А то, что вы говорите, ну да, отдельными эпизодами он не был такой яркий, как в прошлых матчах, ну, где-то, может быть, свежести не хватило все-таки, где-то какие-то переживания уверены были, потому что это первый матч на таком уровне, на этом стадионе, да, то есть когда ты играешь на своем стадионе, да, и когда тебе хочется проявить себя наилучшим путем все сделать, ну, и не всегда это все получается, поэтому я верю в него и знаю, что любой футболист сегодня не сыграл на своем максимуме, они могут больше, у меня даже в этом нет сомнений, мы будем к этому стремиться. И в нападении сейчас пока получается, да, один нападающий с первой лиги, другой нападой совсем, шанса придержать Ильдарушу совсем не было? Ну, Саид тоже игрок первой лиги и был с первой лиги в этой команде, да, так я себе объективности ради. Просто так сложилась ситуация, что японцы придержать хотелось всех, да, но и бывают разные ситуации, да, которые предполагают определенных вмешательств, связанные они не только с нашими желаниями, а это еще в ряд всяких причин, которые на сегодняшний день, ну, как бы, вот так оно сложилось. Мы ценим любого футболиста, и в том числе Саида, и желаем ему только добра и удачи. Это было совместное решение, которое было принято, я считаю, что оно не должно теперь дальше обсуждаться, потому что есть другие футболисты, и мы сегодня верим в каждого игрока. И Тимошенко тоже, наверное, тот игрок, который должен был когда-то выйти из этой лиги, так как он был последние годы, и особенно последний сезон, лучшим форвардом этой лиги. Одним из лучших, это точно. Поэтому мы взяли хорошего футболиста, но нужно время на адаптацию каждому игроку. А то, что касается молодого футболиста Грибова, ну, были же моменты и сегодня, в том числе, где он достаточно был хорош, да, и мы верим и в него, но, опять-таки, ему еще больше, наверное, нужно время, и надо просто над собой очень много работать. Мы ждем каждого футболиста, и мы ценим любого игрока, который есть сегодня у нас в наличии. Это очень важно. Без веры у нас точно не получится команду сделать. Поэтому мы не помним о том, что уже было, это в прошлом. И те футболисты, которые у нас играли, мы всем благодарны, безумно желаем им только добра, успехов. Но сегодня мы двигаемся каждый по-своему. Сегодня вы впервые сыграли на самом арене. Успели ощутить ее как домашнюю арену или пока нужно время на адаптацию? Ну, это был первый матч. Я себя чувствовал где-то пока не совсем комфортно. Я пока не чувствую раздевалку, да, я пока не чувствую дух этой раздевалки, я пока не чувствую стены на стадионе. Но я думаю, что нужно какое-то небольшое время для того, чтобы это начать чувствовать. Когда я вижу множество болельщиков нашей команды, когда я вижу наши флаги, нашу, скажем так, символику, мне становится намного легче, потому что для меня это очень важно. И я уверен, что это еще важнее для футболистов нашей команды. И если сегодня болельщик будет рядом с нами, и будет собираться не только тот, который живет в Тольятти, в Жигулевских окрестностях, а еще и те болельщики, которые живут в Самаре, и вообще в области Самарской. Мы же команда Самарской области, и мы сегодня сделали колоссальный шаг для развития в целом спорта и футбола, в частности, во всей области. Сегодня две команды такого Самарской области, такого вообще нигде нет из регионов, да, то есть кроме Москвы там и так далее. Поэтому мы гордимся этим, мы хотим большего, и мы добьемся большего. Нам нужно время. Поэтому скоро мы почувствуем эти стены своими, я даже в этом не сомневаюсь. Во всяком случае, я все для этого делаю максимально от себя зависящие, чтобы полюбить этот стадион, полюбить людей, которые здесь за нас болеют. Это очень важно.